Всем привет! Познакомившись с новым купе-кроссовером Рено на недавней презентации в Москве, я поймал себя на мысли, что я хочу поменять свой Hyundai Tucson на новый Renault Arcano. Казалось бы, что есть в Рено, чего нет в Hyundai. Как минимум, я нашел 5 весьма веских причин. Но для начала расскажу про свой автомобиль. Под капотом моей машины 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 сил, 6-диапазонный автомат и полный привод. Мой Tucson в достаточно хорошей комплектации. Светодиодные фары, датчики парковки спереди и сзади, камера заднего вида, пуш-старт, доступ без ключа, двухзонный климат-контроль, обогрев руля и всех сидений, а также датчик света и датчик дождя. Весьма внушительный набор опций в совокупности, обеспечивающих комфортную эксплуатацию. Но не обошлось без недостатков. И именно на их фоне Arcano выглядит особенно привлекательным. Для тех, кто не знает, что такое Рено Аркана, сейчас будет небольшой ликбез. Это 5-местный кроссовер в кузове 4-дверного купе, хотя технически это лифтбэк. Для автомобиля доступны два бензиновых двигателя, атмосферный 1.6 мощностью 114 сил и новый 1.3 турбо мощностью в 150 сил. Коробка, механика или вариатор, привод полный или только на переднюю ось. У Arcano хороший дорожный просвет, 205 мм, большой багажник в 508 литров и очень богатый набор опций в топовой комплектации. Именно она будет доступна на старте продаж с двигателем 1.3 турбо с полным приводом и вариатором за 1 миллион 499 тысяч рублей. В пересчете на Тингейта 8 миллионов 890 тысяч. А теперь 5 причин, почему новый Рено Аркана лучше, чем Hyundai Tucson. Первое. Аркана длиннее, чем Tucson на 6 сантиметров. Практически вся эта разница приходится на колесную базу. На практике это выражается в существенно большем пространстве на втором ряду сидений, что особенно актуально для высоких водителей. Для комфортной посадки в Тусане мне приходится отодвигать водительское кресло до ограничителя, отчего для ног пассажира, сидящего за мной, остается критически мало места. Расстояние от спинки водительского сидения до подушки сидения второго ряда около 10 сантиметров. Неудивительно, что здесь тесно даже детям. В случае с Арканой я садился сам за собой, там было существенно больше места. Хотя мне не понравился слишком высокий уровень пола относительно уровня подушки сидения. Но учитывая, что сзади в основном будут ездить дети, это совсем не критично. Следующий, второй пункт. Полный привод. Аркана построена на платформе B0, которая была переработана на 55%. Так же, как у Дастера, полноприводная версия машины имеет три режима. Передний привод, автоматический режим и режим принудительной блокировки межколесной муфты. Можно предположить, что электронные имитации межколесных блокировок у Аркана такие же эффективные, как у Дастера. А это значит, что в сложных дорожных условиях Аркана проявит себя лучше, чем Тусан. Для понимания особенностей работы системы полного привода Hyundai Tucson в сравнении с одноклассниками, посмотрите видео «Битва кроссоверов» по вот этой вот подсказке или же по ссылке в описании. Также я оставлю ссылку на видео, где по этим же препятствиям едет Рено Дастер, и все вопросы отпадут сами собой. Третье. Более богатая комплектация. В топовой комплектации у Аркана есть все то, что я перечислил из опций моего Тусана. Плюс круговой обзор на 360 градусов, аудиосистема Боус на 8 динамиков с сабвуфером и отдельным звуковым процессором, электрический обогрев лобового стекла и два варианта удаленного запуска двигателя. Четвертое. Грязные пороги. Не думал, что это будет проблемой, но у Тусана пороги не закрываются нижним кантом дверей. Если для взрослых это не так важно, то маленькие дети частенько протирают порог в процессе посадки или высадки из автомобиля. Речь про детей в возрасте 3-5 лет. У Аркана пороги закрыты дверьми, поэтому они всегда будут чистыми, так же, как и одежда ваших маленьких, но уже самостоятельных детей. Пятое. Стоимость. Как я уже говорил в начале этого видео, Аркана в топовой комплектации с двигателем 1.3 Turbo с полным приводом и вариатором будет стоить в России 1 миллион 499 тысяч 990 рублей. За эти деньги Hyundai Tucson будет в пустой базовой комплектации с передним приводом и 6-ступенчатой механикой. Набору опций топовой Аркана будет соответствовать Tucson в комплектации Dynamic с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 150 сил с автоматом и полным приводом. Стоимость такого автомобиля 1 миллион 954 тысяч рублей, что почти на 500 тысяч рублей или 3 миллиона тенге дороже Аркана. Учитывая перечисленные преимущества французско-российского кроссовера, выбор в его пользу становится очевидным. Но не обошлось без ложки дегтя в бочке меда. Многие скептически смотрят на турбодвигатель малого объема, который, по заверениям Renault, может ездить на 92-м бензине без ухудшения тактико-технических характеристик. Главный вопрос к этому двигателю – ресурс. Сколько он будет ходить? Представители Renault говорят, что за время тестов автомобили благополучно проехали более миллиона километров. При этом они не называют даже ориентировочный ресурс двигателя. С другой стороны, можно их понять, ведь на ресурс двигателя влияет огромное количество факторов, независящих от автопроизводителя. По статистике, новый автомобиль меняют через 5 лет с момента покупки. Умножьте свой годовой пробег на 5, и вы получите километраж, который этот двигатель должен будет отработать без нареканий. Если эта цифра меньше 100 тысяч, то можно не переживать о ресурсе. Уж 100 тысяч он-то точно отходит. Но меня больше тревожит другое – удобство управления тягой, учитывая конструктивные особенности вариатора и турбодвигателя. У вариатора есть некая задумчивость при резком старте. Да и у турбомотора кривая момента начинается отнюдь не с холостых оборотов. Отчего возникает ощутимая пауза, пока мотор наберет нужные обороты. И хотя на это может потребоваться меньше секунды, но этого достаточно, чтобы напрочь стереть ощущение мгновенного отклика. Но я не теряю надежды, ведь в отличие от того же Тусана, у которого максимальный крутящий момент в 192 Нм доступен при 4000 оборотах в минуту, у Аркана максимальная мощность 250 Нм доступна в диапазоне от 1850 до 5000 оборотов в минуту, что в теории должно обеспечить более эластичную работу двигателя. Но это в теории, а вот то, каким будет поведение Аркана в реальных условиях, мы узнаем в рамках тест-драйва, который состоится в ближайшее время. И уже после него у меня точно будет ответ на вопрос, сможет ли Аркана стать достойной заменой Тусану, да еще и за меньшие деньги. С вами был Диас, до встречи в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok